Ну, привет, мои хорошие! Всем привет! У меня здесь у вас личное наследие, и мы сейчас придумаем, о чём мы с вами будем говорить. Потому что я совершенно думаю, что я должна была в Евангелии, и я об этом узнала уже, как раз приехали сюда в Агентство. Если есть возможность, я бы хотела побольше света в зал, чтобы я видела лекарство, но вы посмотрите на меня, и в вашем комплексестве, я всё-таки не концерты. Вот, поэтому... Я вот думаю, может быть, вы что-то хотели от меня услышать, может быть, вы хотели что-то от меня узнать, если есть какие-то конкретные пожелания. Если нет, то мы, вроде бы, говорим с вами о позвучке, о том, что вам для этого нужно, как чего-то в этом достичь. И несмотря на то, что он для вас вышел, может быть, что-то людям интересно. Посмотрим. Если хотите задавать вопросы, я думаю, нам могут выделить один микрофончик какой-нибудь, чтобы его в зал... Ребята, будет ещё один радио микрофончик? Почему не с вами будут? А, давайте, знаете, что сделаем? А мы можем включить один из вот этих микрофонов, которые есть? Какой первый? Вот этот? Раз, раз. О, отлично. Ребята, давайте, кто хочет, хотим подключить вопрос. Микрофончик ищите, и можете меня что-нибудь просрашивать? Ну, вот как-то так, да. Здравствуйте. 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 Не выберите, вот чисто для работы, не забывайте. Это всё элементарно, это всё есть в интернете, и рассказываю систему. Когда вы... Да, да, да. А есть... Русские, или... 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 А именно... Транскрипт, Российский? Нет, нет, нет. Караоке? Караоке? и русские слова. В первый раз, очень честно... Японские... Не усложи, японские языки читать? Ну, не знаю, я с таким не сталкивалась, я бываешь русского, поэтому у меня как-то получается так, что я никогда не использовала такие вещи. А, вы думаете, с ними поможет? А, вы думаете, Ммм... Вот этих я не поможет, я не знаю... А, вы думаете, что это очень мусорная сглубль, а сглубль, я не поможет? Я думаю, что видим все японские иероглифы на английском языке. Они, в принципе, набирают в английском, поле своих фразы. И по этому можно и не делать. Да. И, в принципе, достаточно просто там всё понять, потому что язык для изучения простой, там всё это в постмограмм. Кто не знал, скажу, что в конском нет буквы L, то есть там нет слов, и все будет серьезно. По поводу того, где мы берем минуса, система такая. Выходит анимешка от каких-нибудь отличных мэппингов, лейтингов, неважно, вы захотели успеть. Мы их ждем. От разных выпусков, скажем так, от разных компаний мы имеем абсолютно разные сроки. Мы имеем от двух-трех серий до несколько месяцев ожидания релиза с выходом того, что мы хотим встретить. Вот обычно, ну, в 90% случаев, есть обязательно минусовка в этих релизах. Эти релизы можно скачать на любых японских сайтах, на руктрей, где есть. То есть, в принципе, это не проблема, и это все не подостоять. То есть, единственное, бывает ваша, когда японцы оставляют пыль из своей, и вот тогда точно как-либо не сделаешь, потому что ингредиенты невозможно. А для японского коробки, если вы захотелось, то действительно на японском языке, я не знаю, никаких проблем у вас нет. Не всегда получается перекрыть серий. Ребятки, если хотите задавать вопрос, подходите, пожалуйста, к такой проходчик. Вот у меня вопрос. Сколько тайминга вашу делать? Тайминг? Ну... Тайминг делает огромную, вообще, в принципе, роль для нас. Потому что... Если не знаем, как вы говорили, вы думаете? Нет. Нет. Никогда вы не сможете сходу сделать так, чтобы вы говорили прямо непосредственно в такте его смысле. Это невозможно. Для этого есть тайминг. Если же вы делаете дубляж, например, как этим занимаются все известные люди, они пишут их. Это абсолютно другие вещи. То есть у них начало и концы слов совпадают. Это очень сложно. Да, давайте мы занимаемся. Поэтому обязательно можем дайвер. Которые потом наши фразы, которые они говорили, подставляют уже от скучной дорожки, чтобы это все хорошо звучало. Поэтому без тайминга никак не возможно звучать. Смирение. 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 Вот. Смирение. 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 голос можно запороть в какой-то аппаратуре, либо не умеет с ней работать. Это вот единственное. Кстати, ребята, которые отыгрывались в церкви, тоже вот все почему-то боятся микрофона, и постоянно его куда-то отводят, и потом... А как раз когда начинают включать, они сжимаются, и все это орется прямо в микрофон. То есть, СМЛ, а так, молодцы. У меня сегодня программа очень ваша дольная песня. Спасибо, очень спасибо. Так что молодцы. Я думаю, все будет хорошо. Главное, научиться хорошо работать с партнерами. Спасибо. Спасибо. Подходим? Да. Нужно ли нормальный микрофон для обучения? Обязательно. Обязательно. Нечего микрофона. Можно не пользоваться супертерогими звуковыми картами, не знаю, там, ламповыми микрофонами, которые стоят тысячи тысяч рублей. Я пользуюсь обычным USB микрофоном-конденсатором, который в свое время стоил, там, за две тысячи. Ну, около трех тысяч рублей. Где-то так. Без звуковой карты, у меня нет его сидитель, и внешний звуковой, просто я его подключаю к своему углу. Почему важно иметь, хотя бы, такой микрофон, да, звучит? Абсолютно по-другому воспринимается голос. Абсолютно по-другому идет сам звук. Чистый, ровный, четкий. Вы с ним легко работаете, его легко обрабатываете, его легко чистите, его легко используете. И если вы работаете с герметуркой, вы не получите такого эффекта, который погрузит вас в атмосферу, в том, что вы озвучиваете. Вы будете слышать все косяки, вы будете слышать «ву» и все остальное, что может у нас лететь. Да, кстати, да, вот этим «ву» и «с» и всего остального мы используем «ву». Поэтому обязательно иметь, хотя бы для того, чтобы быть не просто так, да, поозвучивать для себя и послушать, а если вы хотите находить на какой-то более правильный бой, то только так. Потому что если, например, я имела хотя бы «эром» микрофона, то я бы не могла свою озвучку распространять, скажем так, вне Абидама. То есть я там чуть-чуть подработаю, там очень подработаю. В принципе, качество моего микрофона достаточно. И если вы занимаетесь уже продажей своего голоса, озвучиванием рекламы и всего остального, то, в принципе, микрофон достаточно быстрый. Итак. Мы сейчас чуть-чуть пообщаемся, потом будет перерывчик, и у меня будет целый концерт. У меня там стоит уже мой пипитр, о, боже мой, пипитр, который в тексте, который я постоянно забываю, и я с моими местами прописана обязательно. А потом будет обязательно еще, я всем раздам антокры, и мы обязательно попотографируемся, это само собой. Просто, чтобы меня не ловили по коридорам, и мы это все организованно сделаем, и все смогут со мной пообщаться. Спасибо. Как можно тянуть, как можно тянуть песню, но не орать? Хороший вопрос. Есть большая разница между пением и ором. Если вам нужно взять ноту, это сложно объяснить. Для этого нужно заниматься вокалом. Вы должны знать, как извлекать звук, вы должны знать, как его подавать правильно. То есть, это верхний язык, и вы на польсет переходите, если уж совсем у вас крик не получается, есть такая диапазон, диапазон, не знаю, как правильно сказать. Польсет, вы на него переключаетесь, и уже там на нем тихонечко... Это все звучит не так активно, как, например, в оригинальном бокале, да, там, но это все, в принципе, слушается, и не так, как фальшин. То есть, это все можно извлекать из своего голоса и сердца, потому что просто знать, как это идет. Поэтому, когда у меня спрашивают, как научиться петь, я всегда говорю, родите хорошего преподавателя вокал, без постановки голоса, без практики, без каких-либо упражнений, вы никогда ничего не достигнете. Да, посмотрите, вспомнила про упражнение для голоса, их очень много в интернете, я даже роликов не делала по этому поводу, где можно посмотреть, обязательно сгорячки аппараты, перед любой звуком, любым вокалом нужно настраивать, можно говорить, проговаривать разговорки, если вы дабили, нужно разбиваться, если вы вокалист, это обязательно, иначе в один прекрасный момент вы просто партилиете голос. Вот так. Можно писать, где два, где два, где два, где два, где два, где два. Когда вы поете горловым звуком, это скорее больше народная техника, у вас звук получается мощный, сильный, вы можете брать высокие ноты, не на пальцах, как я говорила, а открытым звуком, но это достаточно тяжелая техника, если вы не народный. А если вы будете делать тапы, но это обычный эстрад, то есть это обычный эстрадный вокал, который приятно слушать, который поют все японцы как раз, то есть вот это вот такая вот наградация родится. Вы можете в некоторых странном вокале, вы можете в некоторых нотах сажать на горло, это позволительно. Но опять же, это нужно уметь делать. И в таком и такая разница. Спасибо. Это не обязательно, если вы абсолютно точно, абсолютно четко уловили эмоциональные характеристики. Понятно, что если девочка пищит, то есть в верхней резонансе вы ее озвучиваете басом мужским, это слушается абсолютно какофонией, и это неприятно слушать. Понятно? Хотя бы чуть-чуть вы должны уловить вот черту такого голоса, подстраивать его. Это приветствуется. Но приветствовать, если уж это совсем не получается, можно выбрать какую-то свою, может быть, можно. То есть как-то так образить, чтобы главное, а чтобы перестать. Главное, перекатиться в корпус. То есть, например, он там робкий, скрупный, тихий, все-таки, либо это там какая-нибудь сундерри, которая обвиняет, потом плачет, ну и так далее. То есть вот основное, это главное, это уловить вот саму характеристику персонажа, потому что без нее никак не сможете обновлять. Я голос. Он важен, но это не первоначально, ни что будет вообще. Микрофон, пожалуйста. в Киеве, Вы говорите да, В Реально сделаете данное, где трое подготовился, в вашем сfullyшении? Нет. Долго вот, а сучка серии, вот сколько от этих телеверсов сейчас бывает, что можно начинать смеяться в студии записи? Вы бывает? Если он не мой смешной, это бывает, а он не может успокоиться очень долго. Особенно поражать наши студенты в банде, которые озвучиваются вместе. Потому что я побывала у них один раз, и это невозможно. У них озвучка одной серии, которую можно сделать за пять-десять год, выливаются в часы, потому что они сгнются, они прикалываются, они вообще веселятся и так далее. В принципе, на озвучку одной серии, если, ну скажем так, у меня уже опыт подключили пять лет, и когда ты это делаешь ежедневно, у тебя куча релиза и так далее, то, в принципе, на озвучку ее в серии, если это были, если это парень или девушка, уходит от пяти до десяти минут. Потому что я читаю только свои субтитры, я постепенно перекладываю, может, я не читаю, поэтому я не знаю вообще сюжета аниме, и тогда я вообще даже не помню, что я озвучила, но неважно. Вот. Если новичок, то, конечно, это все намного дольше идет, потому что новичку нужно приспособиться, можно понять, как правильно произвести, поймать, оставаться, потому что не всегда раз в воду можно понять, какое слово у нас у нас на уме, и где у нас кульминации на жизнь. Это все приходит только с опытом. Ну, извините, для меня повторюсь, на двух колосток пять-десять на ум. Если нас озвучит человек от четыре-пять, то вот две-три комнаты максимум, которые я могу дать. Пожалуйста. Хорошо. Так, дальше. Замена техники, пожалуйста. Во-первых, у нас не может быть конкуренции, потому что мы на одном проекте. Мы всегда озвучиваем вместе, и на одном проекте конкуренции быть не может. Как я отношусь к его озвучке? Я замечательно отношусь к его озвучке. Он очень... Этот микрофончик у нас звонит, действительно. Можно чуть-чуть по-тише сделать. Он очень старается, он очень любит это дело, он обожает эту работу, если можно так сказать. И мне радует то, что он развивается, и он развивает проект. Он вкладывает в проект очень много силы, души, энергии, и он сам очень много научился. Он сейчас там учился очень известным, про людей, по поводу постановки голоса собственного. Самое главное, что человек хочет тратить на это время и силы, для того, чтобы добиться результата. Если такое рвение есть... Понимаете, если вы начали озвучивать для того, чтобы стать в мегасупер-группе популярным, и вдруг в один день тогда вы озвучили эту серию, проснулись, все, это не звезда. Такого не будет. Это кропотливый труд, который ежедневно, изо дня в день, вы должны себя прорабатывать, вы должны работать со своим голосом, вы должны уметь. И вот я ценю качество тех ребят, которые... Очень часто такое было, когда мы встречаемся с ребятами даже на медали, они мне говорят, а вот помните, я вот два года назад писала, что я буду с вами озвучивать. Ты реально думаешь, что я это помню? Нет, конечно, я это не помню, но ты добился. Ты стал озвучивать, ты как бы собой в одном проекте. Вот это главное. Я это очень ценю. Потому что когда человек очень добивается, он обязательно добьется того, чего он желает, того, чего он стремится. И нельзя просто, оп, я володяно озвучиваю, и все, давайте я, может, у вас какие-то видео. Нет, такого не будет. Вот именно это я ценю в озвучке Славы, и именно поэтому я очень хожу в офис к возрасту. Спасибо. Хотела спросить, а какое у вас следующее время у тебя случилось? У меня в этом сезоне... М? Какие типы примеры? У меня в этом сезоне очень много анимешек, очень много групповых там анимешек, и точно не знаю. Телсу, Зести, это такая, как накультату, и очень много, тоже какие-то... То есть я обязательно вывешу список, но там, вот в этом сезоне, в прошлом сезоне у меня было мало, а не на назначку в этом сезоне у меня, но там я посмотрела, ну, хороший сезон, перечислен. Так что, я думаю, много меня будет в этом сезоне, но, к сожалению, не скажу точно, я не помню. Еще один вопрос, предыдущий, мы тоже про Дарью. Я хотела спросить, как вы относитесь к озвучке Славы на 99? Хороший вопрос. Голос ее для меня не очень приятен на слух, но она хорошо озвучивает, она может передать персонажа, она улавливает, я смотрела, по-моему, Тёмного дворецкого в ее озвучке, и мне, в принципе, было достаточно нормально. То есть я не могу сказать, что, ой, боже, я слушать не могу. Ну, нет. То есть, в принципе, достаточно качественная озвучка на каком-то определенном углу. Спасибо. Украина. Я не могу, что, наверное, все люди в этой роли. Хороший вопрос. Их так много. И с последнего, что, правда, в голову пришло, это «Перепутие о мышь», потому что само у него было очень интересно. «Гелти Грау» само собой, потому что там можно петь. «Чихаю» очень эмоционально приятно, немножко, тоже очень не домой. То есть, видите, мне всегда нравятся те аниме… Во-первых, я очень люблю двухколоски. Я не особо люблю, когда в одном проекте, если это не профессиональное дело, куча народу, потому что ты не успеваешь понять персонажа, персонажи тебе такого выдали, как у него есть, и ты с ним работаешь. Двухголовство с этим чернешь – можешь понять каждого, к какому-то персонажу ты привыкаешь больше, к какому-то ты привыкаешь меньше, к какому-то персонажу ты вкладываешь больше, к какому-то меньше, но это не грядит самого качества и нужда. Я очень люблю ярких персонажей, как Юла Ксай из «Дневника будущего», потому что это чокнутая девочка, ее удовольствие озвучивать, ты можешь передать все эти эмоции, и с тобой, естественно, я бы такой, конечно, не была, но озвучивать ее приятно. То есть, мне нравятся те персонажи, которые я очень люблю из, господи, в этой памяти, из родных уж жизнью, урубил персонаж, который с часами, который постоянно себя убивал. То есть, вот такие персонажи мне очень нравятся, как Арахна из «Девушек-монстров», то есть, вот такие, в которых вроде как одно, вроде как и другое, вроде как и что-то там, сумасшествие какое-то есть. Если такие персонажи не нравятся. То есть, если есть такой персонаж, то нравится озвучивать это внимание. Спасибо. Мне хотелось бы услышать о трудности подбора команды, окупаемости дела и вообще благодарности его. То есть, в команде один человек может сгопереспечить, допустим, если вы будете к этому относитесь. Очень сложный вопрос, потому что многие, наверное, думают, что да, берут, хотя мы в том же обидали, да, что мы там гребем деньги лопатами. Нет. У нас есть сайт, на сайте есть реклама, вы все это знаете, но я не буду говорить за всех. Я этого просто не знаю, я никому в команду не лезу. Лично я с озвучки Аниме не получаю ничего, ни копейки. Я зарабатываю на озвучке главы, каких-то роликов, участие в игровых проектах, возможно, где-то попить нужно. И сейчас там тоже кадры, когда ребята здорово помогают. На озвучке я знаю, что на других проектах есть какая-то зарплата. Ну, наверное, их из них больше. У нас зарплаты нет, и только добившись чего-то уже в озвучке и получив приглашение на рекламу, табляшки, что-то еще, ты уже можешь подметиться на какую-то девушку. По поводу того, что один человек психанул, это очень часто. Это вообще нормальная тема, и лично я таких людей не понимаю. Потому что когда ты работаешь в команде, и один издувается, страдает вся команда. И искать быстро замену, то есть какие-то детские истерики, какие-то недопонимания можно оставлять где-то там. Если ты работаешь в команде, то ты работаешь в команде. Собрать команду сложно. Люди уходят, приходят, остается, к сожалению, какой-то костяк, на котором все держится. Вот у нас есть некоторые габеры, на которых все остается, все держится, остальные туда-сюда будут гулять. И собрать хороший коллектив, с которым можно и пройти огонь, и воду, и медный труп, это действительно сложно. Поэтому мы, наверное, дали ценим те, кто у нас есть. Ну, а финансовые вопросы мы просто не поднимаем, потому что, ну зачем? Мы делаем это не ради денег. Мы это делаем, потому что нам это нравится. Мне нравится, а заключается, и мне нравится делать камеры. И, в принципе, особо вознаграждение. Вознаграждение то, что я сейчас стою здесь перед вами. Это, как бы, другому не надо. Спасибо. Вопросы в честь продолжения передущего. А в отплате не сталкивались ли кто-то в сообществе с давлением со стороны ПИЦ, имеющих лицензию на распространение этого картента, который вы, собственно, озвучиваете? Ну, это огромная вообще проблема лицензия, потому что у нас все сделано очень... Как я считаю, может, я и права этого лишним умения, у нас все сделано достаточно неправильно, потому что покупаются аниме редко. В основном это аниме-медиа, мы знаем, да, поставщик, еще с интертейнер было. То есть несколько было таких команд, которые регулярно закупали проекты, работали над их переводом, над их озвучкой, в случае времени наедина «Дом лежал», но у нас то пусто, то пусто. То они сбивают рынок своим лицензионным контентом, естественно, нам приходится все это из сайта вычищать, потому что никто не будет судиться с лицензией, у них есть все права, и прикрыть могут просто на раз-два. То они не покупают вообще ничего, весь контент лежит на фонталах командок. Но потом вдруг что-то стукает, они решают, что все-таки они что-то покупают, и уже то одна проделанная работа, которая была сделана нами, а в последнее время это достаточно качественная работа, то есть это голосы, озвучки, отличная работа со звуком и так далее. И приходится все это выпиливать, как было, например, у нас в «Елти Крам». Когда была наша озвучка, которая всех, ну, вроде как устранила, здесь появилась какая-то команда, которая имели деньги и захотела купить детали мои и потом его продавать, озвучила его, ну, откровенно говоря, плохо. И получается, что как в лицензии недовольны, народ недоволен, а мы сделать ничего не можем. Все, нам пришлось просто даже на нашем сайте перезавивать какую-то зеленую скучку, удаляя наши носа. Ну, вот как-то так у нас в лицензии получается. То есть нет никакой командной работы. То есть я бы уже, ну, как-то можно было бы, наверное, с правообладателями, с правообладателями, с теми, кто перекупает, да, и все это, можно было бы, наверное, как-то договариваться, то есть как-то пытаться вместе вести работу, но этого никто не будет делать, потому что они любители, они профессионалы, у них есть деньги, и последнее слово всегда за ними. Вот так. Спасибо. У меня вопрос еще о субтитрах, по которым вас учуете. Вы берете субтитры откуда и каким образом вы осуществляете? Это идет чисто уже скачанное мэп с оставленными субтитрами, и вы, по поводу, не просочиваете. Вы бы его делаете в отдельном паре в виде блокнота, где заказываете вопросы по времени и так читаете. Я понимаю. То последнее, что вы сказали по поводу времени, блокнота, это называется монтажный лист. В органах продавлены монтажки. По монтажным листам работают профессиональные команды. Особенно, кто удобно предупрежит. Почему? Потому что ты четко видишь свои реплики. Ты знаешь, где они начинают, где они заканчиваются. Ты полностью видишь контекст. И ты с ними работаешь. Я лично не люблю работать с монтажными листами. Для меня сложно, это тяжело, и это премистратно. Намного проще работать по субтитрам. Субтитры мы берем. Есть такой сайт nia.se или как-то так. Ну, в общем, я тоже о нем уже много раз говорила. А там выкладывают сырью аниме, которое было зависимо от телевизора, с огромным количеством субтитров. Русские, испанские, английские и так далее. Эти субтитры сделаны, я не знаю, как это сказать, на платформе, на платформе. То есть есть субтсаб и есть хардсаб. Хардсаб – это когда у тебя субтитры уже конкретно в самом видео, и ты никуда не хедяешься. То есть они есть. Субтсаб – это когда субтитры можно убрать, отключить. Вот такие субтитры мы и работаем. Мы берем такие субтитры, переводим их с английского на русский язык, либо, если у вас есть японский язык, то с японского, и уже по ним чисто заточу. Включаем на немножко, отдельно включаем субтитры, которые внизу экраны, и по ним работаем. И потом субтитры отключаются, озвучка сшивается в серию, и вот у него в целом выходит вниз. Сложнее, когда есть долгое время, когда приходится ждать очень долго, пока будет нормальная рамка, пусть исходник, и уже потом будет с ним как-то работать. Но лично я, повторюсь, я люблю работать субтитрами с монтажными местами, потому что это время было проще. И нас уже говорили о «Ахватной плоти». Вы, а не дам, субтитры, вообще как-то субтитры, чью-юбилей? Нет. Мы абсолютно по-разному конкурирующим. Ну, по-разному конкурирующим. Мы абсолютно по-разному проектам, и мы никак, в основном, пересекаемся в субтитрах. Ну и, подчекающий вопрос, как вы читаете на данный момент, какой более устроенный проект? Ну, я настолько субъективна, настолько... Я, на самом деле, даже не знаю, как озвучивают места, я никогда не слушала их работы. Я знаю только JGO просто из-за того, что я с ним делаю. А как он озвучивает, я даже не представляю. Я знаю, как бы, себя, я слышу их, но сказать, что лучше я не могу, потому что я не знаю, как это озвучивает. Это не сколько вопросов, сколько просьба подойти. То есть, можно ли попросить импорта более критично подойти к подкову у вас? Ну, персонажей, людей, которые озвучивают именно. Я не говорю, что там плохо озвучивает, но где-то можно было, например, поставить шлемы или еще кого-то. Ситуация на проекте с туризами такая, что они забиваются намного раньше до того, как будет сам проект. Мы не знаем, какие будут голоса, мы не знаем, мы можем знать, какие их цели поставили на этот проект, но ориентироваться сложно. И бывает иногда такое, что него забивается за какими-то дайвером, он берет его озвучивать, и уже мы не смотрим на то, какой голос, подстраиваемся на то, что может быть. Если он идет на проголос, озвучка, то нам, конечно, нормал, фигуру зайти всех следит, и он уже подбирает голоса, расставит. Обычно мне попадаются более грубые персонажи, грубые в плане голоса, потому что у меня более листый голос, чем у наших девчонок, не у всех, но в основной массе. Поэтому мне достаются в основном такие сильные женщины, скажем так. Уже там такие, как эстер, ну, такие серийные волосы, но есть такие, которые только могут из таких тоненьких, нагняшек озвучивать. А там, сказать, что бывает подбор голоса. То есть, если Эктор уже забита за аккордом, то он его будет озвучивать. И он его не передаст, только потому что голос не подходит. Извините, когда он приводит песню, вы учите в ресурсе, и потом читаете. Ой, какая проблема. Я вообще, для меня это тоже, я не знаю почему, я не могу запомнить слова песен. Во-первых, японцы пишут очень сложно. У них куча слов, у них все припевы разные. И запомнить это, я не знаю на самом деле точно, сколько это песен уже сделано, я знаю, что это больше двухсотек. И запомнить, ну, у некоторых странных певцов столько нет за всю жизнь. И запомнить все текста, это просто, ну, это, ну, не знаю, либо это я такая, не могу, вот, ну, не помню. И я ей говорю, что вот, у меня бипитер стоит, на котором будут листочки, и я когда сейчас начну петь, я буду подсматривать, я буду забывать слова, я буду улыбаться, делать вид, что все нормально, но я не знаю слов. Просто потому что, моя память просто, она не хочет воспринимать этот весь текст и выдавать его в одном каком-то паре. Другой момент. Если бы я, наверное, каждый день, за дня в день репетировала, пела, выступала, тогда да, возможно, уже бы у меня это все въелось, и я бы могла воспроизвать эти тексты на нём, да, потом. Но так как у меня концерты звучат довольно редко, а пою я в основном всегда в студии, то мне проще включить текст и прямоспокойненько спеть. А с какого позыва вы выступили с тобой? С чем-с чем? Так, типа, слышали. А-а-а! Не-не-не, я просто не слышала только саромат и сразу. Ситуация такая, я одно время, ну, сейчас мы общаемся с Радианта Рекордс, а текст Радианта Рекордс иногда попал уже писала замечательная девочка, Элина Эли, которая решила немножечко отойти от Радианта и, ну, угольная плавная, не знаю, насколько. Она написала, что если хочешь, давай я буду тебе как-то периодически текст написать. Она пишет просто замечательно, её текст никогда не каких-либо резюме, она в этом плане умничка. И, собственно говоря, вот она и, как я поняла, стала одной из основателей из этого коллектива. И туда уже потащилась от остальных. Я вхожу вас, это как я. И вообще вы таким образом попросили с ними не участвовать. Они очень часто на дне рождения песенки делают. То есть это, ну, в этом плане не молодцы, конечно. И вот таким образом мы с ними начали сомневничать, что не знаю, где делать. Ну, они отличные ребята, они хорошо работают, и они всегда мне помогают, и я, если нужно, всегда им помогаю. Поэтому, ну, вот так вот. Вот так вот. Спасибо. Здравствуйте. У меня интересный вопрос от перевода. Вы сказали, что перевода происходит с урисом. Да. Происходит ли иногда с урисом? Перевести аниме с японского языка достаточно сложно. Во-первых, потому что часто приходится это делать на слухах. А это сложно, если ты не носитель языка, либо, если ты хотя бы очень хорошо его не знаешь. У нас есть пару переводчиков на проекте, которые хорошо знают японский язык, имеют там какие-то определенные не знаю, как сказать, группы знания языка, что у них там высокие. Они могут переводить непосредственно с японского. Но это занимает очень-очень много времени. Намного проще дождаться внести субтитры, и взять, перевести, и озвучивать. Очень хотелось бы работать непосредственно с японским языком, но, повторюсь, это сложно. У нас не так много людей, которые могут ну, владеетики языковы могут нормально на слух воспроизвести все это дело. Так что так. Вам? Я думаю, что вообще ничего не зависит от программы, потому что они действительно все похожи, и практически все одинаковые. Поэтому вы берете самую простую, которая вам нравится для записи. У меня другое время это было проявлено. Она, наверное, не может разобраться вон на же ребенок. А сейчас мне пришлось перейти на саундкурши на эту плагичку, но это уже не важно. Вся начинка попроблемнее, но, в принципе, тоже с ней можно работать. Вот, если, например, вы записываете вокал, тогда это важно, потому что вам обязательно нужна программа, в которой вы можете создать несколько дорожечные проекты. Таких программ, как саунд-фор, шпейл, суверенность не знаю. В общем, этого сделать нельзя. Поэтому для озвучки не важно. Для вокала важно. И еще один вопрос. Если это сейчас энтузиазмом, то нужно встречать уровни, перебиваете хорошие песни и так далее. Почему это не нормально? Обнапосмоничить пашки, ничего не надо. И с ним сам, например, и так далее. Просто потому что мне не нравится. Мне не нравится перебивать черепашек. Это интересно. Почему это интересно? Потому что их музыка абсолютно отлична от нашей. У них сложные вокальные партии. У них всегда есть разбирка по бэк-вокалу. Это трехголосе, уголосе, в основном трехголосе. Это интересно, делать этим интересно заниматься. Потому что задача не просто взять и спеть. Задача сделать это правильно и достаточно похоже на оригинал. Для этого нужно разбить все по партиям, выяснить где, чего, куда появится. Запомнить саму мелодию, что в принципе тоже достаточно сложно. За счет того, что мелодии иногда умывают просто сумасшедшие. Я никогда, наверное, не забуду свою карту абсолютно абсолютно. Потому что спеть это в странном уме, наверное, просто невозможно. И представляю, как они вообще написали эту музыку. Сейчас, возможно, когда я уже 50-50 раз это пела, я смогу это воспроизвести. Но тогда, когда я впервые услышала и поняла, что мне хотелось бы это спеть, я подумала, да, класс, хочу. А как это сделать? В общем, очень сложная эта работа. И чем сложнее, тем не будет. Поэтому я пою в лимбовские кадры. Скажите, пожалуйста, там в Серьезе, как мы здесь будем, которые будут коммешивать за свои камеры. Где же вообще что-то? В смысле деньги? Если люди готовы за это платить, почему нет? Я сама. У меня есть раздел платных заказов. И я не могу к этому принуждать. И люди в принципе, я сама даже не ожидала. С удовольствием по мне обращаются. Сейчас у меня есть два списка. Платные и бесплатные. Я сейчас бесплатно даже не могу подобраться. Потому что люди им нравятся, а они мне только за это заплатили. Если самое приятное ощущение на свете, самое великолепное чувство, когда за то, что тебе безумно нравится, за свою копию ты можешь получать деньги. С этим не сравнится ничего. Я думаю, что если бы вы в косплее выходили на сцену, а вообще за это доплачивали, вы бы были вообще на себя умерли отчасти. Так же и я. Если человек готов за это заплатить, опять же, я никого не держу там, вы все не будете петь, закройте мне рот, пока там кто-то не заплатит. За озвучку то же самое. Я озвучиваю рекламу, я озвучиваю дорогие ролики, на дважды пау, у меня были большие ролики. Там за мою ручку плати. Это прекрасно, когда то, что ты умеешь, любишь и хочешь делать, можешь приносить пользу. Поэтому я хорошо отношусь, если люди готовы платить за то, что ты делаешь. Максимально минимум. Потому что автотюм, я вот в этих программах не разбираюсь. Здесь где-то в зале должен Влад сидеть. Влад сидит уже в зале. Ну ладно. Как раз он мне сводит кавер, он бы сказал, как называется программа Валина. Немножко потягивание нот, если там где-то ты накосячил. Но, я скажу одно, если нота уж совсем капец. И я либо не понимаю, как ее спеть. В основном это касается бэков. Двух-трех голосий. Потому что не всегда можно правильно разложить. Я, к сожалению, я не имею макарное образование, но не имею музыкальное образование. То есть я закреживаю, я разбираюсь. И вот в такие моменты приходится прикривать вот таким вещам. А иногда бывает, если все так хорошо, я очень люблю песню по частям. Я никогда не записываю песню кусочками. Минимальная запись куплет-привет для меня. Если там проигрыш, проигрыш-привет, еще дальше. Это все мне пишется сплошняком. Мне так удобно, мне так привычка, я так сбиваюсь. Потому что я не знаю, как бывает показывать, что два слова спел, все хватит, хорошо. Два слова спел, все хватит, хорошо. Но это, как мне кажется, неправильно. И бывает отличный кусок, в котором все спело хорошо, и одна вот эта нота не туда полезла. Ну, вот, ну, всякое бывает. И не хочется ради классно спетого эмоционального хорошего опуска перебивать это все заново неизвестно, неизвестностей, как оно получится. Вот тогда можно сказать, чуть-чуть, чуть-чуть. Но это технический процесс. И я, на самом деле, сейчас не знаю, наверное, человека, который смог бы заморочиться и отбить вообще все без использования каких-то вот таких программ. Да, потому что на это уйдет это очень много времени. Живые выступления — это совсем другое. Потому что, когда ты стоишь на сцене, даже если ты пару-тройку не дотянул, это уже не страшно. Потому что главное — это, когда ты показываешь, то, что ты несешь свою энергетику и общение с публикой, общение со зрителями. А прибегать к подобным родам программ иногда приходится, но это не закономерность, которая у вас интересна. в том числе. Я вообще этого не понимаю. Почему? Если кто-то не услышал, вот девушка подферсовалась, как относится к тому, что... Ну... Да, вот, к примеру, я спела кавер, и потом мой перевод целый и его спеют. Правильно? Я вообще ничего не вижу плохого. И, видите, пожалуйста, я всегда созговариваю. У меня каверы — это не лицензия, это просто то, что я делаю для фанталов. Просто при зрителе. Вы всегда можете играть в мои каверы, мои тексты. У меня переводчики не запрещают использовать. Тем более, ну как я отслежу? Ну вот кто-то захотел, спел, выложил. Что я скажу? А, я-я-я, даваю данные. Какие у меня права на этот тренд? Никаких. Я тоже сделаю камеры. Поэтому, если человек хочет... Единственное, что в моем случае приветствуется, это все-таки указание источника. То есть, откуда вывезли. То есть, пользуйтесь на здоровье, но хотя бы там соночками, чего-то там вот это нужно взять. А так, если бы это была лицензия, действительно, я купила песню, ну как пили купила, да, для того, чтобы получить какое-то авторское оправданное, как, например, делают, я думаю, если вы в камере не понимаетесь, как делают пилинг тот же, у него есть реально авторские права на некоторые, но камеры. Вот в таком случае лучше не спорить. То есть, потому что, как бы, ну могут быть, если мы, например, говорим о Ютубе, могут и вам поднять, потому что ты взял. А там, ну, пожалуйста, используйте. Есть? Ага. Вопрос в том, когда вы случились, и сколько шума вокруг? Нисколько не шума. Вокруг шума, вокруг быть не должно. В идеале, это как моя облотка, которая у меня сейчас есть, которая у меня обделана. О, вот и у нас там пришел. Вот. Влад, как называется программа, в которой ты нотки подтягиваешь? Мелотай. Вот. Поняли? Мелотай. Просто хорошо. В идеале, это комнатка, которая закрыта. Либо это акустический порог, как у меня, либо есть гипсокартон специальный. И это должно быть тихо. Я знаю, ребята, у нас, как я раньше там, ледами завешивалась и так далее, шума бы не должно, потому что его потом очень сложно вычистить, а иногда бывает и невозможно вычистить. Поэтому нужно стараться с вами дешевле работать. То есть, если ты живешь дома, и нет ничего подобного, вы просто слышите? Да. Ну, потому что, если вы себя приучиваете, у вас в соседней комнате, кто-то кричит, либо смотрит телевизор, это может быть, или слышит новая система. Как-то у вас, конечно, вредно выкручивается, но можно как-то завеситься каким-то образом. Представить, я рассмотрела, когда было запись на студии, это было слышно только вам. В комнате этого не было ничего. Это шум с другого микрофона. Да. То есть, там, где стояла я, озвучивала, там была идеальная тишина. То есть, это был звук чисто из-за студии. А то, что происходило в студии, это в комнате тишина. То есть, там, ничего этого нет. Обязательно должно быть тишина. Иначе все это будет на записи. Вы же, когда слушали уже готово звучать, вы же не слышали всего этого обсуждения? Конечно. Должна быть тишина обязательно. Я не понимаю. Вижу. Я не знаю. Как вы думаете, как вы думаете авторатусы? Не авторатусы, а японцы. У них очень сложная работа, и очень много нужно тренироваться. Но, вроде бы, бывают слухи, что у них там все плохая зарплата, и то же самое делается все на их театре. Почти. Чисто для... Ну, почти основная работа. По поводу того вопроса я не скажу, потому что, насколько я знаю, это все достаточно серьезно. У них целый школ есть с целью, и студизм, казалось бы, тоже очень оплачиваем эти вроде бы как. И насчет того, что они мало зарабатывают, они сами никогда нигде не занимались. А как я к ним отношусь? Ну, это профессионалы своих людей. И для этого учатся. Они вкладывают в себя свою душу персонажа, которому они дают свой голос. Потому что озвучка с целью, это не закадровое звучание, как у нас. Когда мы слышим его воспроизвели, они делают персонажа. И иногда... Я не знаю, что у нас нет подобного. Я очень жалею о том, что у нас нет обучения именно актеров-дубрижа, насколько я знаю. Но если вы хотите профессионально заниматься озвучкой, вы должны заканчивать театрами. Вы заканчиваете театрами, и дальше уже переквалифицируетесь в актеров-дубрижа. То есть все актеры, которые у нас сейчас есть в дубрижа, и я думаю, что вообще есть такой пример, скажем так, что они это все делают, и там есть у кого и как и прочее. Как мне одесса? Я первый раз нахожусь в Одессе, я до этого два года не была. На море вообще. И вот в пятницу мы приехали, пошли на пляж, там Ника Ленина дырмалась за морем, горела. Плюшка, был банан, был плюшка, прыгали с причала. В общем, отрывались, как могли. Я очень жалею, что... Я уже сегодня уезжаю, я очень жалею, что я больше не попаду на море, потому что я обожаю море. Как раз это я сделала, но можно о том, как я обожаю море. Я обожаю вообще все это. И очень жалею, что сегодня сегодня нужно уезжать. Надеюсь, она еще понравилась, но опять же я жалею, что я не смогла ее посмотреть. У меня подружка, которая со мной приехала, из-за того, чтобы здесь сидеть, она гуляла по этому городу. И я ей в какой-то степени завидую, потому что красиво здесь очень. Я надеюсь, что я еще приеду и обязательно гуляю по городу. Обязательно накупаюсь еще раз в море. Так что, я думаю, еще с вами увидимся обязательно. На украинском языке я буду очень стараться. Просто проблема даже не в том, потому что я не хочу переводку на украинском. Нет, ни в коем случае. Мне очень нравится наш язык, и он очень хорошо заложится на украинские песни, потому что он более милодичный, приятный и так далее. Ну, как мне кажется, я не говорю, что это плохое. Но у меня нет хороших переводчиков и редакторов на украинском языке. Сама я писать могу, но это будет очень долго. То есть, если бы нашелся человечек, который мне напишет миру на украинском языке, я с удовольствием сделаю карп. Сейчас пока что такое возможности нет. У меня все эти камеры, которые уже на украинском языке мне писали. Райса, Игорь, в Крыму сейчас все идет, но, к сожалению, перестали общаться. Не то, что перестали общаться, но некогда нам это все делать вместе. Если бы был человек, который не редактирует тексты, и все делать хорошо, то я думаю, что про результаты мы хотим участия. Если он будет достаточно качественно написанный, и я смогу это спить, то да, я думаю, это вполне вполне вполне. Да. Это, правда, это как-то определенная, потому что манера понимания, что любить. Если озвучивать просто ради прикола, да, вот как вы сказали, «Гоблинская ручка», это одно, это совсем другой жанр. Мне больше нравится культуральное отражание, если можно так сказать. То есть я бы не хотела как-то вверхать, либо придумывать свой вариант дозвучить, мне больше нравится этот конкретный вопрос. Подражание, пародирование, именно в их, ну, вполне профессиональное, и заданное изучение. Но вы не прикрыли? Нет. Нет, я не была в Японии, мне бы хотелось туда жить, мне бы там точно не хотелось, но мне хотелось бы туда хотя бы наведаться, и просто посмотреть, где детку погулять, пожить, и для меня культуры, поближе познакомиться, а, ну, может быть, когда я тут помнюсь. Да, да. Значит, на чем вы любите китайского фестиваля, и фестивалям, и фестивалям, На самом деле, «Цунами Шель» — это первый Мэй-фестиваль, который я посетила. До этого я не была ни на одном Мэй-фестивале. Чего не хватает? Возможно, чуть больше не нужно было времени организациям уделить, потому что ребят косплееров ломили по всему зданию филармонии, и очень много домеров не увидели, потому что кто-то не дождался, кто-то обломался, кто-то не пришел и так далее. То есть должно это все быть более, наверное, собрано, и должны быть ребята, которые будут загонять всех и держать здесь за кулисами, чтобы не было у нас пропущенной номеровки, между ними не сидели, не выклистывали и приняли какой-то номер. Здесь немножко вот этот организационный момент, конечно, подвели, но, в принципе, я довольна. Какая-то подсветка? Ну, подсветка. Подсветка, в принципе, мне в принципе не хватало освещения на сцене, потому что некоторые костюмы было очень сложно рассматривать. Была бы отличная макушка, если бы была хорошая, четкая, с четким наведением, и можно было бы увидеть конкретную часть костюмов. Да, например, мы уже будем вот куда-то рассматривать. Но иногда было такое, что из-за дыма либо же из-за неправильного освещения абсолютно даже цвет костюма было очень сложно рассматривать. А здесь, все-таки, одна из основных направленностей именно костюм, да, то есть косплей. И вот в такие моменты все-таки нужно было даже чуть побольше на самом деле удивить. А есть на первом моменте у нас вчерашний шуток, да, если сэкстремляли, что вы уже знаете? Очень, да. То есть под некоторых, например, мы уже сегодня это обсуждали. Вчера выходила девочка в костюм и карты, великолепный костюм, но он был настолько блестящий, что на фотографиях, по крайней мере, у нас, мы даже не могли поймать, просто сиял. Это ошибка именно посвящения. То есть если бы на нее были не правильный свет, может быть и много еще, да. То есть есть такие моменты, но, опять же, это дело, возможно, нужно было больше людей уделить на репетицию перед дирекционным моментом. Но я понимаю, что все приезжают, то есть все из Одессы, все не могут здесь провести неделю, то есть я это тоже понимаю прекрасно. Но можно было на репетициях какие-то моменты себе поправлять. И, опять же, это живое выступление. На живом выступлении всегда бывают какие-то беседины. Это всегда. очень часто, как оказалось, к нам приезжают гости с Азии, с Карелии и с Японии, со социализацией, со всеми вместе. Как раз в апреле этого года к нам приезжали гости с Павлите, с Амским. Мы с ним были в Киеве, в Минопетровске и в Запорожье. И я узнала, что эти ребята очень часто привозят особенно корейцев к нам сюда. И у них по разным городам. У них в АДС были выступления. То есть они как? Они в основном захватывают Россия, Украина, Грузия и Русь. И они привозят очень часто и корейцев и японцев вот-вот деприровать, как планируется, еще японцы. Я, правда, еще не знаю в каких городах, но недостаточной рекламы. Недостаточной рекламы. Недостаточной рекламы. и так далее. В других, опять же, Москва, нельзя сравнивать, потому что там другие вообще позиции, понятия и все эти собственные проблемы. А здесь, получается, к сожалению, рекламы только как говорится как банка, и все в детях. То есть, таким образом, можно узнать, кто где приезжает, и вот очень не понимается. Но я даю 100% гарантию, что приезжают очень часто и корейцы, и японцы, и вот еще тоже планируют. Я думаю, что если все свистется, я обязательно сообщу. А как часы? Ну, в основном ВКонтакте. Да. Есть группа на правых рекламах Снэйк агенциевых, с которыми мы как раз и сотрудничали с САВСКИ. Вот они всегда такие вот вещи группуют. Насколько я знаю, даже сейчас, по-моему, с ними говорится по-россиевску, а потом они зайдут в Украину. Да. Так что это все и несколько. аниме 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 почему-то попадаются одни древненькие. Ну, в принципе, да. Озвучиваю все. Сколько лет вы делаете на свадьбе? Ну, мне вообще не касается. Поэтому я как есть, так и выступаю. Да. Аниме аниме не рождение свадьбе? Ну, не рождение свадьбе. Я думаю, они, конечно, рады меня были бы видеть на своем там не рождение либо на свадьбе. Ну, не знаю пока. Я не могу сказать... Нет, конечно же, я вижу какие-то перспективы. Но я не могу сказать, что вот сейчас я могу. Хочу устраивать сонные концерты и так далее. То есть пока я ищу по фестивалям, озвучиваю то есть в таком волевом мысли, потому что просто ради своего удовольствия захотелось. Ребята пригласили спасибо за это я сюда в Одессу и за удовольствие собралась и приехала. Так что, да. Визуальный ТВ. Вне уже писали на самом деле раз три или четыре по поводу бесконечного лета, по поводу еще чего-то, что типа давайте поучаствуем, давайте поучаствуем, давайте поучаствуем. Вот все заканчивалось, но давайте поучаствуем. То есть я не прошу особо каких-то гонораров или еще чего-то, то есть если будет хорошо, нет-нет. Но вроде как обещали, а до сих пор никаких я ни субтитров, ни монтажа, ничего не вижу. Все все такие вещи у нас будут, мне с удовольствием поучаствую. Мне это интересно, и мне кажется, может все это хорошо получиться. Предложения поступали, результата пока нет. А что за четыре ручки? Нет, пока ничего, подобного не знаю, и не в курсе. Могу ответить на этот вопрос, не знаю. Игр я озвучу хуже, я даже не помню название, я знаю, что персонаж там была по имени, и тогда это игра про мобильных. Вот. И я знаю, что мне пригодали, я его делала, и в принципе мне понравилось, но пока он больше не пригодает. То есть было, я пробовала себя в этом жанре, и достаточно интересно было. Ну, пока все-таки. Играет музыка. Нет. Нет, сын. Ну, это реальность в космоборничных. Нет, спасибо. Я не люблю здесь заниматься, я больше не попою. А вот косплеи и всякие ботничные снимаю. Я очень счастлива в этом плане, и да. Вот как-то так. Играет музыка. У меня есть уже программа на сегодня, потому что я не могу без подготовки вообще. То есть я, это какой-то скотки, типа, как в Москве было, что, а, давайте с вами тренируемся потом. У меня есть уже 8 бренков, которые я сегодня исполнил. Один из них еще никто не слышал, его еще никто и нет. Вот. Поэтому, вот, опенинг издэтовар, там я буду петь только в Гуглу и выполнил ясно. Спасибо. Да не озвучиваю я фента. Мне не важно, какой он озвучивает, ведь что я не хотела бы озвучивать фентай. И никогда кто-то попытался мне сказать, что, типа, да, мы вас слышали, да ну, не может такого быть, и я знаю, что этим занимаются другие люди, и пускай они этим занимаются. Спасибо. Сейчас, одну секундочку скажите мне, пожалуйста, сколько сейчас время. Пол четвертого. Давайте еще пару вопросиков. Мы, у меня 16-10 займем, правильно, в концерте? Давайте, дайте мне хотя бы 20 минут, там, передохнуть в педагогичке, и потом мы все вернемся. Сейчас еще раз. У нас есть вопрос у меня. Мы не подарили вам гаремники, фан-сервисы и все такое в концерте, понимая, стандарт? Согласна шаблонной сале, я думаю, вас тоже можете делать. Самое обидное то, что есть водный контакт, в который бросают переводчики. Просто бросают переводчики и все. То есть и вы, и си. У нас нет времени, нет возможности это изучать. Зато на какие-нибудь шаблонные гаремники с красноволосыми девочками и полосатыми трусиками субтитры выходят чуть ли не через пару часов после того, как в сети появилась сила. Я не могу это обнести. Возможно, просто в Японии подобный концерт более востребован, чем у нас. А какие-то серьезные вещи, либо нет, это скорее даже не в Японии, это скорее там, где английские субтитры появлялись. Вот видимо там гаремники востребованы. Я не могу обнести, почему так. Но да, действительно, гаремники уже немножко напрягают. Ну а что делать? Я звучал. Кто ж как не мы? Я смотрела, какие-то типы профессиональных актеров, которые будут этим заниматься. Это должны быть режиссеры, это должны быть сценаристами, это должны быть ответственные по костюмам. То есть это огромная работа. Это просто гигантские затраты и это достаточно сложно. Мы просто этого не будем. В большинстве случаев все упирается просто в деньги, которых у нас нет. Вы не поверите, последний раз мы подсели очень откровенно на бомбанчик. Это не серьезное аниме, но оно классное. То есть ему было интересно смотреть. Весь серьезный ход, честно говоря, сразу, конечно же, приходит врата Мштейн. Но потом, ну что у нас есть еще? Тетрадь смерти. То есть то, что считается уже сейчас классикой. Тот же ход Геос и так далее. Из того, что я озвучила, как-то мне не везет серьезными анимешками. Почему-то ведь все забивают до меня и я остаюсь с клейниками, с такими людьми. Из такого, ну даже не знаю, что назвать. Наверное, перебудь и аж, опять же, оно мне супер серьезно. То есть мне нравятся такие вещи, вот психопасно. Очень-очень нравится это внимание. То есть вот такие серьезные штуки, над которыми можно подумать, над которыми я искал верить. То есть, которые заставляют как-то сопереживать. Да, не просто там посидеть, посмеяться над тем, как кто-то упал и показал свои трусики. Да, то есть. А я только серьезно про вас все-таки подумать. Так-так-так. Я озвучивала город, который меня есть. Хорошее, достаточно такое сильное аниме, в принципе. Но, как мне кажется, немножечко тянуто. Ну, это да. Ну, это, да. Да, против, смотрите, вы начали. А еще, спасибо, дорога. Еще. Ахахахааа, да, да. Ой. Знаете, это вообще... Это вообще сумасшедшая вещь. Потому что... что сделать из программы божество, это просто-таки нехайло. И вокалоид — это определённая уже культура. И вокалоид — это то, о чем они занимаются, глупаются в уши. Я один раз смотрела концерт «Хацзанико», просто мне стало интересно. Я когда увидела, что они творят с этими голодрамами, с этими постановками и всем остальным, ты понимаешь, что человек не сможет этого сделать никогда. И ты просто восхищаешься тем, что вот такой вещью идут индейки. Я не против вокалоидов, мне даже перепись очень сильно нравится. Скоро, кстати, увидят один камер, тоже вокалоиды. Не скажу. Русского вокалоиды? Почему нет? Можно попробовать. А вдруг что-то интересное получится? Посмотрим. Будем надеяться, да. А вы будете на следующем мостинаменте? Мы ещё не говорили. Мы не застанавливаемся на мостинаменте. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, мне очень понравилось. Было бы, возможно, хотелось сюда приехать. Надеюсь, мне понравилось. Как я уже сказала, ну, будем как-то в этот вопрос обоих. На следующем у меня с вами ещё долго. Спасибо. Я уже отвечала пару раз на этот вопрос. Не только касаясь детства, касаясь всех городов. Нужен человек, который это будет организовывать. Я не буду заниматься организацией. Не потому, что такая вот я вот такая. Я просто не умею это делать. Нужно найти место. Нужно всё запранировать. Нужно подготовить. Нужно организовать. Нужно прокурор найти. Это достаточно сложно. Нужно заниматься человеком, который это знает. Это делает. Это не моё. Организация. Это категорически не могу. Я могу попрактиковать организацию. Но организовать что-то сама. Это точно не про меня. Поэтому, если планируют. Вот ребята из Киева меня недавно приглашали. Они любят с этим отписаться. Они тоже хотят организовать. Они сами хотят организовать. Я с удовольствием отдаю. То есть, вот такие вот моменты. Если кто-то это организовывает. Да. С удовольствием. Я радуюсь. Всё. Ребята. Давайте мы... Да. Сейчас. Секундочку. Последний вопрос. Да. И последняя часть вопроса что? Да. Что? Ребята. Посмотрите. Мы сейчас. Чуть-чуть. Передыхаем. Передохну. Извините. Мы чуть-чуть передохнем. Я попью водички. Попытаюсь что-то съесть. Потому что я сегодня еще не ела. Потом я попою. Главное найти. А потом мы устроим автограф-сессию. И я в силу сессия продам автограф. И пофотографируемся. Обязательно. Само собой. У нас там будет промежуток между награждением и моим концертом. Вот это время как раз выделили нам для автограф-сессии и процессии. Все. Спасибо вам огромное что вы меня слушали. Спасибо. Встречаемся с вами в 16.10 и я буду забывать слова на сцене. Посмотрите как это делается профессионально. Спасибо. Спасибо.